Как ухаживать за таксой, содержание в домашних условиях. Одной из самых популярных пород собак является такса. Наибольший интерес в ней вызывают необычные формы и игривый характер. При грамотном подходе к воспитанию эти собаки станут надежными и верными друзьями в каждой семье. Выбор щенка и уход за ним. При выборе щенка таксы особое внимание стоит уделить его здоровью, убедившись в том, что у него отсутствуют какие-либо наследственные, или приобретенные патологии. Обязательно стоит посмотреть, в каких условиях содержится мать щенка, чем ее кормят. Хорошие хозяева никогда не откажут в этом покупателю. Если же они не хотят показывать суку, есть вероятность, что кормят ее самым обычным кормом, без надлежащего содержания всех необходимых витаминов. В этом случае не стоит заключать сделку о покупке щенка. Щенки таксы. Осматривая малыша, первое, на что стоит обратить внимание, двигательная активность, нет ли нарушений с координацией. Глазки должны быть чистыми и зеркальными, без какого-либо подозрения на наличие болезни. Важно, для правильного выбора собаки стоит некоторое время понаблюдать за ней, за ее активностью, поведением и только тогда выбирать щенка. По своим личным предпочтениям. Подготовка к появлению щенка таксы в доме. Если было принято решение купить таксу в квартиру, то для появления нового члена семьи нужно подготовиться. Для этого необходимо следовать таким правилам. Убрать все висящие провода, бьющиеся предметы. Приобрести все самое необходимое для собаки. Убрать помещение. Если в доме есть другие животные, спрятать их низки подальше от щенка. Убрать ядовитые растения. Поднять повыше бытовую химию и лекарства. Щенок таксы, один месяц, не любит одиночество и поэтому ставить его спальное место нужно поближе к хозяевам. Но стоит учитывать, что место для сна не должно быть возле нагревательного прибора или находиться на сквозняке. Важно, для комфортного содержания собаки ей необходимо приобрести лежанку, поводок, ошейник, миски для еды, игрушки и лоток. Приучение к лотку и выгул. Приучать к лотку таксу необходимо с одного месяца. Если в квартире имеются ковры, то на некоторое время их стоит убрать, чтобы они не пропахли запахом мочи, пока щенок еще привыкает ходить на лоток. Чтобы ускорить данный процесс, начинать необходимо с пеленок, которые продаются в любой аптеке. Они не пропускают влаги, и от них не исходит запах мочи. Поначалу малыш будет игнорировать походы на пеленку, выбрав в доме какой-нибудь укромный уголок, но не стоит за это его наказывать. Приучение собаки к лотку. В образовавшейся лужице необходимо смочить небольшой кусок ткани и положить его под пеленку, а место куда, щенок справил нужду, вымыть мыльным раствором с применением уксуса. Проведя несколько раз данную манипуляцию, можно довольно быстро приучить тксу к пеленке, после чего она будет ходить и на лоток. Что касается выгула, то гулять с собакой необходимо как можно чаще. Обязательно выводить утром и вечером и гулять не меньше 30 минут, поскольку собака это достаточно активная и энергичная. Ю следует выгуливать ее на поводке, чтобы она не набросилась на какую-нибудь большую собаку, не попав таким образом в неприятную ситуацию. Кормление щенков таксы, таксы в уходе и содержании не сильно прихотливо, но вот что касается питания, то здесь следует быть предельно осторожными, ведь от соблюдения правил питания будет зависеть внешний вид собаки и ее поведение. Для взрослой особи норма составляет 40 граммов кармана 1 килограмм веса, до 4-х месячного возраста собаку кормят 5 раз в день, от 4 до 6 месяцев, 3 раза и уже с полугодовалого возраста переводят на двухразовое питание. Важно, недопустимо между приемами пищи устраивать собаке перекус. В рационе таксы с одного месяца должны преобладать кисломолочные продукты, разнообразные каши и говядина. По мере роста животного стоит добавлять в рацион яйца, фрукты, овощи, рыбу. Приучение собаки к пребыванию дома одной, это один из важных моментов в воспитании. Если не приучить собаку находиться дома одной, то она будет постоянно устраивать погромы в квартире, обгрызать обои, визжать на протяжении, всего дня, мешая при этом соседям. Воспитание начинается с команды ждать. Начинать воспитание необходимо с команды ждать, но перед тем как уходить, важно проследить, чтобы у собаки оставались игрушки и какие-нибудь вещи с запахом хозяина. Важно! Уход за таксой приравнивается к уходу за маленьким ребенком, который постоянно нуждается во внимании и плохо переносит отсутствие своих родителей. Уход за шерстью таксы. Купать щенков и взрослых собак необходимо максимум один раз в три месяца. Для этого используется специальный шампунь для собак или же детский шампунь. После купания животное достаточно хорошо обтереть махровым полотенцем. Для вычесывания гладкошерстной таксы необходимо приобрести щетку средней жесткости. Уход за зубами. За зубами таксы необходимо хорошенько ухаживать, ведь неправильное питание может привести к отложению зубного камня, удаление которого, проходит достаточно болезненно. Поэтому регулярно питомцу нужно давать грызть специальные кости, игрушки и есть мясо. Снимать налет на зубах хозяин должен самостоятельно с использованием салфетки или зубной щетки, но не чаще, нежели один раз в неделю. Уход за глазами. Проблем с глазами у такс обычно не возникает из-за отдаленного расположения их от носа. Единственное, что может быть, это инфицирование глаз или их повреждения, поэтому после каждой прогулки их нужно протирать от загрязнений. В случае обнаружения слезотечения, промыть 2% раствором борной кислоты или заваренным черным чаем. Но если после данных манипуляций проблема не исчезла, тогда стоит обратиться за консультацией к ветеринару. Уход за глазами щенка. Уход за ушами. Чисткой ушей стоит заниматься один раз в месяц, чтобы удалить загрязнение и серу. Для этого взять ватную палочку, смоченную в перекиси водорода, и аккуратненько вычистить все. Также по совету ветеринара можно приобрести специальные капли для чистки ушей. Уход за когтями. Обрезка когтей проводится два раза в месяц при помощи специальных ножниц. Также убирается шерсть между пальцами, чтобы избежать прилипания колючек или других острых предметов во время прогулки. Поскольку собака этой породы достаточно активная, необходимо быть предельно осторожными с ножницами, чтобы не поранить ее. Но если это все же случилось, сразу обработать порез антисептиком. Особенности питания таксы. Что касается питания взрослых такс, то здесь важно следить за тем, чтобы они не переедали, потому как они едят все, что попадется на глаза. Если этого не придерживаться, то в результате собака будет страдать ожирением или же возникнут проблем из сердечно-сосудистой системой. Кормить собаку лучше всего после прогулки, потому как если сделать все наоборот, то у нее из-за энергичных прогулок может случиться заворот кишок. Обязательно возле миски с едой всегда должна быть свежая чистая вода. Важно, если такса находится на натуральном питании, то отдельно ей необходимо давать витамины. Если было выбрано вскармливание домашними продуктами, то необходимо следить за тем, чтобы собака употребляла рыбу, не чаще одного, раза в неделю. Овощи кроме капусты, фрукты изредка, нежирное мясо кроме курицы, жидкие каши, овес, геркулес, рис, кисломолочные продукты, яйца. Правильное и сбалансированное питание собаки, полностью запрещается давать таксам, лук или чеснок, сладкое, колбасу, жареное или копченое. Может ли такса жить на улице зимой? Если было принято решение купить щенка таксы, то стоит запомнить, что это животное не приспособлено для жизни на улице. Поэтому задавая себе вопрос, как ухаживать за таксой на улице, стоит вообще задуматься, не выбрать ли другую породу. Это животное одинаково плохо переносит как холод, так и жару ввиду особого строения тела. Собака это очень активное, и ограничение в выгулах может губительно для нее закончиться. Поэтому какая бы ни была погода на улице, с собакой нужно гулять во дворе и как можно дольше. Однако оставлять ее насовсем на улице запрещается. Выбор ошейника для питомца. При неправильном подходе к выбору ошейника прогулки для собаки могут стать настоящим испытанием. Не рекомендуется приобретать металлические ошейники, они сдавливают шею, и не дают питомцу сполна насладиться прогулкой. Также не нужно приобретать аксессуар из слишком мягких и толстых материалов. Правильный выбор ошейника для собаки имеет большое значение. Наилучшим вариантом является ошейник с утолщением в середине. Кроме того, дополнительно необходимо приобрести поводок-рулетку длинной в 3-5 метров. Болезни и их профилактика. Таксы, живущие в доме, это наиболее выносливые собаки, которые превосходят другие породы своим крепким здоровьем. Но все же есть некоторые распространенные болезни, которыми могут страдать животные. Наиболее слабое место данной породы – позвоночник. Частая проблема – образование грыж или смещение дисков. Если ничего не предпринимать, может возникнуть паралич задних конечностей. При недостатке в организме витаминов есть вероятность появления остеопороза. Образование залысин, выпадение шерсти, уплотнение кожных покровов – основные симптомы черного акантоза, самое неприятное заболевание животного. Наиболее редко встречается у такс-эпилепсия. В основном, она вызвана врожденным поражением нервной системы. Если не следить за правильностью питания, таксы могут стремительно набирать весе, вследствие чего образуются все вышеперечисленные проблемы со здоровьем. Чтобы попытаться избежать проблем, необходимо знать как ухаживать за щенком таксы. Регулярно мыть полы, запрещать собаке брать в рот найденные предметы. Избегать общения с уличными собаками. Регулярно и своевременно делать прививки. В возрасте 8 лет проводить стерилизацию собаки, чтобы избежать онкологических болезней. Таким образом, прочитав описание породы, можно сделать вывод, что таксы – это отличные собаки, верные друзья. Однако строение их тела и генетическая предрасположенность к разного рода заболеваниям требуют тщательного ухода за домашним питомцем.